Активность солнца растет, растут родинки и другие новообразования кожи. Все ли они так безобидны? В России подтвердили первый случай оспы обезьян. Заболевание выявили у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился к врачам с характерной сыпью. Сейчас он на изоляции в инфекционном отделении больницы. Болезнь протекает в легкой форме, все контактные лица под наблюдением. В Роспотребнадзоре России уверены, что локдауна или перехода на дистанционную работу из-за оспы обезьян в стране не будет. К другой теме. Двое погибших и четверо пострадавших. Статистика аварий только за последние дни. Накануне серьезное ДТП случилось на границе с Кемеровской областью. Легковое авто выехало на встречку, где в тот момент двигался грузовик. Водитель последнего не пострадал, а вот водители пассажиры легковушки 63-го и 89-го годов рождения погибли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 10 июля в другом ДТП в Табунском районе пострадали сразу четверо детей. Трое из них госпитализированы, в том числе самый младший трехлетний ребенок. Причина аварии по данным полиции – нарушение правил проезда через железнодорожный переезд. По данному факту уголовное дело уже возбуждено. Добавим, в этом году по сравнению с прошлым число ДТП с серьезными последствиями существенно выросло. На одном только Чуйском тракте смертельных аварий стало на 20% больше, а в целом на дорогах края за полгода погибло 112 человек. В Барнаульской квартире, в которой около месяца пролежал труп женщины, провели дезинфекцию. Об этом нам сообщили в администрации города. Обработку проводили три дня подряд, в том числе и в квартире пострадавшей семьи этажом ниже. Эти кадры накануне шокировали соцсети. В Барнауле обнаружили тело 76-летней женщины. За несколько недель труп настолько разложился, что соседей снизу буквально затопило трупной жидкостью, а на полу появились опарыши. Бабушка жила одна, ее квартира принадлежит муниципалитету. Накануне за счет мэрии в квартире умершей провели дезинфекцию, вскрыли деревянные полы, вывезли пропахшую мебель. Как нам сообщила пострадавшая семья, обработка проводилась на кухне, но позже выяснилось, что трупная жидкость успела проникнуть в туалет и в зал. Так что теперь необходима еще одна дезинфекция и, конечно, капремонт. Это вопрос и к нотариусу, который откроет наследственное дело и по выяснению степени родства, какие там родственники появятся. Если же, соответственно, никто не сможет претендовать на заключение договора соцнайма из родственников по этой квартире, то в ней будет проведен капитальный ремонт как в муниципальном имуществе и, соответственно, она будет кому-то предоставлена по договору соцнайма по какой-то из городских программ. Солнце становится все более активным, говорят ученые. В такие периоды, а нынешний продлится до конца 2025 года, учащаются магнитные бури, влияющие на состояние здоровья людей. Активное солнце может также вызвать онкологические заболевания, в том числе рак кожи. 10% от всех злокачественных опухолей в Алтайском крае приходится именно на этот вид рака. Как не прозевать такое новообразование? Только ли солнечная активность провоцирует его и можно ли излечиться полностью? Об этом расскажем в сюжете. Солнце состоит из гелия и водорода. Вступая в реакцию, гелий и водород дают нам возможность говорить о том, что Солнце – это постоянно действующая электростанция. Термоядерные реакции постоянно действуют на Солнце. Несмотря на хорошую защиту Земли и расстояние в 150 миллионов километров от Солнца, светило все равно способно влиять на нашу жизнь. И далеко не всегда в плюс. Сейчас, по словам ученых, Солнце особенно активно. Поэтому мы порой ощущаем недомогание, перепады давления. А длительное пребывание на активном Солнце может и вовсе вызвать рак кожи. Поехали мы куда-то отдыхать за границу или в Сочи, да, то есть или высыпали ранней весной на дачу, да, и подставили спину, да. И сразу на нас обрушилась куча этого ультрафиолета. Очень неблагоприятно. На Солнце у нас была дача. Ну, а на даче, знаете, как всегда, на очки надо было одевать. У меня и с глазами не все в порядке. Очки, как всегда, неохота одевать. Вот. И вот образовалась и на глазу. А тут, может, как загорало, не загорало. Я тоже кофточку оденешь с короткими рукавами. У 83-летней жительницы Алейска несколько месяцев назад у глаза появился пузырек, а на руке пятно, которое вроде бы и не мешало, лишь шелушилось. Врачи направили к онкологу. Теперь женщине предстоит несколько сеансов лучевой терапии. Врачи такой вид рака кожи называют хорошим, ведь он на 100% излечим и не вызывает метастаз. Но есть и другой – меланома, которая вырастает из пигментных клеток и в перспективе может вызвать метастазы в любом органе. Те, которые, я сказал, хорошие раки – базально-клеточные, плоскоклеточные, они возникают, как правило, на открытых участках кожи. Они локализуются в области головы и шеи. А вот если брать меланому, то она как раз локализуется больше на закрытых участках, на конечностях, на нижних конечностях. Даже на нижних конечностях превалирует голень. Меланому сейчас, как и 10 лет назад, лечат с помощью оперативного вмешательства, лучевой и химиотерапии. Ничего нового придумано не было, говорят онкологи. Но и этот плохой рак тоже можно держать под контролем и жить долго. Если вас беспокоит появление новых родинок, они меняют цвет или вы их ненамеренно травмируете, посетите врача. Одна у меня выросла по зиме. Я сначала думала, что это что-то вроде прыщика, стала наблюдать, а в итоге было покраснение, потом пятнышко, потом оно выпуклое стало, чесалось, одежда задевала, было неприятно, даже пластырь клеила. В итоге появилась обычная родинка, которая сейчас меня вообще никак не беспокоит. Жительница Барнаула рассказала нам, что родинки появляются одна за другой, а вот найти временно посещение врача она никак не может. При этом онкологи настоятельно рекомендуют, особенно светлокожим людям, посещать медиков раз в год. Этого достаточно, чтобы выявить заболевание на ранней стадии. Кстати, меланому не всегда провоцирует активное солнце. Если образование на коже чем-то травмируется, во избежание плохого рака их лучше убрать, но только после консультации врача. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. Алтайский технический вуз получил статус IT-организации и теперь у полсотни его сотрудников появилась возможность воспользоваться федеральными льготами, отсрочкой от армии и льготной ипотекой. Такие преференции для IT-специалистов приняли на госуровне после введения целого пакета экономических санкций в отношении нашей страны. Но воспользоваться ими могут сотрудники лишь аккредитованных компаний. Необходимую для этого лицензию и получил технический вуз. Там молодежь, которая к нам приходит. Сегодня они проходят военный сбор в Топчихе. И вот из этих молодых людей мы уже формируем почти целый отдел IT-шников. Теперь у них есть возможность до 27 лет поработать, наработать определенный опыт, взять льготную ипотеку и начать жить. Четыре алтайских вуза, в том числе Бийские, начали принимать студентов по программе молодежного туризма. Это новый федеральный проект, который опробовали в прошлом году, а в этом запустили полноценно. По нему студенты и молодые сотрудники вузов могут путешествовать по всей стране, проживая в общежитиях учебных заведений, которые к тому же участвуют и в разработке туров для приезжих. Много ли студентов устремилось к нам в регион? Какие условия готовы им предоставить университеты края? И об особенностях новой турпрограммы. В сюжете Елена Макаренко. Вот наша стандартная жилая комната, общежитие номер три, АЛТГТУ. Стандартный набор мебели – это кровать, полка, тумбочка, стол. То есть вот есть все для приема студентов. Шесть из семей студенческих общежитий Алтайского технического вуза рассказали его сотрудники, готовые тем летом принимать студентов со всей страны по программе молодежного туризма. К ней политех, правда, только подключился, и пока поступило лишь две заявки. Одну из них подала студентка Омского педагогического вуза. Барнаул стал транзитной точкой на обратном пути из Горного Алтая. И город, и условия проживания в студенческом общежитии девушке понравились. К слову, сутки стоят 300 рублей. У меня комната двухместная, но у меня соседки никакой нет, поэтому у меня все прекрасно. Вода, вся техника. То есть я вчера долго думала, где найти утюг, а потом я открываю шкаф, оказывается, там и утюг есть. Политех готов предоставить до двух тысяч мест одновременно. Если спрос будет массовым, и студенты начнут приезжать группами, обещают решить вопрос с питанием и разработать тур. Мы ставим срок до двух недель для одного студента. Пока у нас готового тура по Алтайскому краю нет. По городу Барнаулу мы готовы предоставить экскурсию. Несколько туров по краю уже сегодня готов предложить классический университет. АГУ второй раз принимает участие в новом проекте. В 2021 он вошел в число пилотных в стране. За год программу ВУЗ доработал и сегодня принимает студентов не только по индивидуальным, но и коллективным заявкам. За каждой группой закреплен студент-кьютор, который отвечает за отдых. Он может организовать как бесплатные, так и платные экскурсии. Первые проводят учащиеся географического факультета, либо волонтеры ВУЗа. Во втором случае не обходятся без услуг сторонних организаций. Если же есть определенный бюджет и есть потребность, например, съездить в Горный Алтай, или же какие-то платные экскурсии по городу, то мы точно так же сообщаем контакты, либо включаем их в туры. Есть разработанные туры для организованных групп. От трех дней до семи дней. Вот Кемерово как раз-таки и приезжает по такому. За этот сезон в АГУ поступило уже больше 150 заявок из разных регионов. И ВУЗ вошел в число самых востребованных в стране. Причин тому, по мнению руководства, несколько. Гости могут отдохнуть на базах учебных практик в Чемале, Черыше, на озере Красилово и проживать в довольно комфортных условиях – всего за 71 рубль в сутки. Две кровати, постельная, тумбочка, шифонер. То есть все для прорывающего. Правда, одномоментно АГУ готов предоставить всего 500 мест для проживания. Зато с помощью нового проекта поездками в другие регионы ВУЗ поощряет победителей университетских игр, отличившихся студентов и лучшие группы. В числе последней в Новосибирске недавно побывала студентка первого курса. Это прекрасная возможность посетить другие города России. Я вот сама планирую полететь в Москву и жить тоже по студтуризму, по этой программе, потому что это очень удобно, выгодно, особенно для студентов. Замечательная возможность. Воспользоваться ею могут, кстати, не только студенты, но и сотрудники вузов младше 35 лет. В программе участвуют больше 100 высших учебных заведений страны практически со всех уголков России. Правда, в Алтайском крае, помимо Политеха и АГУ, к проекту подключились только Институт культуры Ибийский гуманитарно-педагогический. В остальных пока не созданы условия для приема гостей. А между тем, молодежный туризм – весьма перспективное направление, считают эксперты. С одной стороны, он позволяет бюджетно путешествовать молодым. С другой, повышает туристическую привлекательность региона в целом. А это не только имидж, но и дополнительные деньги. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. В Алтайском крае решили не поднимать плату за детские сады. Благодаря дополнительным субсидиям в 2022 году она останется на прежнем уровне, сообщили в региональном Минобре. Напомним ранее, оплату за содержание ребенка в дошкольных учреждениях хотели поднять из-за того, что подорожали многие продукты, и на прежнюю сумму невозможно было качественно кормить детей. Но в итоге возросшие расходы лягут не на плечи родителей дошколят, а на казну региона. Из бюджета края органам местного самоуправления направили дополнительные субсидии. Добавим, в последний раз плату за детский сад повышали в 2019 году. В России все больше внимания уделяют здоровому образу жизни школьников. Так, на днях Роспотребнадзор презентовал спецпроект ЗОЖ Мэна – современного супергероя. Он разъезжает на мотоцикле, строит пирамиду потребностей в пище, борется с фастфудом и должен научить детей здоровому питанию и спорту. Однако различные специалисты уверены, что не стоит внезапно переходить на ЗОЖ. На самом деле продвигать спорт и здоровый образ жизни в массы – это круто, и этим надо заниматься. Но не нужно заниматься этим самостоятельно, если ты в этом ничего не понимаешь. Для начала каждый человек, который начинает заниматься спортом, должен просто-напросто сходить к врачу, сдать анализы и понять, как все обстоит с его организмом. После этого врач даст какие-то рекомендации, с этими рекомендациями вы приходите к тренеру, расписываете программу питания, программу тренировок, и тогда действительно вы можете войти в этот замечательный здоровый образ жизни. Пропагандировать это таким образом, ЗОЖменом, это не самый лучший вариант, хотя бы потому что, по сути, все, что сделал Роспотребнадзор, это взял какие-то старые советские устой в плане здорового образа жизни. Например, рыбный четверг. Все должны раз в неделю есть рыбу, потому что она вкусная. Нет, нам нужно есть рыбу не потому что она вкусная, а потому что в ней есть необходимые для организма микроэлементы, насыщенные жирные кислоты и подобные вещи. Это немножко не про вкусы. И опять-таки, человек не должен, если он, например, не переносит рыбу, всегда можно подобрать рацион под каждого человека. Здесь более комплексные мероприятия. Позже стало известно, что от ЗОЖмена отказались. Супергерой подвергся критике. Например, не все были согласны, что абсолютно всем нужно пить до трех литров воды в день. Или не забывать про горячее. Однако совсем отрицать намерения такого персонажа в будущем наш эксперт не советовал. К «Медузе» мы не можем прислушаться полностью, потому что, по сути, все, что они сделали, это полностью себя противопоставили Роспотребнадзору. Они полностью отрицают, да, делая вот этот журналистский замечательный жест, что да, в чем-то они правы, но все не так. На самом деле «Медуза» берет новые модные тенденции и начинает говорить про них, тоже не разобравшись в теме. Поэтому полностью прислушиваться к их словам – так себе затея. Как это организовать? Во-первых, не нужно делать комиксы, которые были бы направлены на конкретную целевую аудиторию. Нет, это нужно просто преподносить массы, постепенно, планомерно рассказывать, что такое тренажерные залы, что такое спорт, почему спорт и здоровый образ жизни – это совершенно разные вещи, что такое здоровое питание, почему здоровое питание именно такое и как вообще это все устроено. Все, что нам дают – это какие-то очень общие, размытые формулировки, которые скорее отталкивают людей, потому что они просто не могут понять, а зачем? Зачем мне есть мясо каждый день по три раза? Снижает агрессию осужденных с помощью их же эмоций. Психолог уголовно-исполнительной системы из Рубцовска Галина Быковская выиграла второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства. Среди специалистов в десяти регионах Сибири наша взяла первое место. Об особом подходе к человеку за колючей проволокой расскажет Валентина Аскерова. Валентина Аскерова заполняем маленький планхет буквально 2-3 минутки. Беседа, лекции – психологический портрет осужденных. В психолог в местах не столь отдаленных, едва ли не самая важная должность. Ежедневная работа с эмоциями невольно меняет осужденных, рассказывает психолог Галина Быковская. Девушка пошла работать на зону 6 лет назад по стопам родных. Сложилось так, что вся династия работала там, начиная с деда, только в разных службах. То есть мой дедушка, мама, отец, даже сестра прошли здесь службу. Пришла его в 2016 году, 16 февраля это было. Я начинала с пятой колонии. После декретов я попала в десятую колонию, где, наверное, я понимаю, что я как дома. То есть у меня работа – это вот как мой дом. Я сюда прихожу, и вот, я не знаю, я как будто здесь всю жизнь работала. В этом году Галина участвовала в конкурсе профмастерства среди психологов уголовно-исполнительной системы. А пошла девять соперников из других сибирских регионов. Ее психологическая программа по снижению агрессивности в поведении осужденных больше всех понравилась жюри. Очень часто человек не понимает, что он чувствует. От этого может вести себя агрессивно. Что есть агрессия, да, то есть это такой айсберг, да, верхушка этого айсберга, что внизу. То есть там и страх, и страх одиночества, и раздражение, чувство вины. То есть за ним может стоять очень многое. И когда человек осознает действительно, что он чувствует, у него и снижается уровень агрессии. То есть я помогаю понять себя. Сейчас Галина Быковская ждет приглашения на финальный этап конкурса, куда съедутся лучшие психологи УИС России. Пройдет он в Москве уже этой осенью. Признают ли девушку лучше в стране, а не только в Сибири, узнаем уже через пару месяцев. Валентина Аскерова, День с толком. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok